Профицер! Да! Зато это может быть ставить начало, чтобы все это снофель до конца. Узывы какие-то интересные вопросы? Я не знаю, насчет каких интересных они будут просто банально проориентаться. Богдан, у кого что болит? Что? Все мои друзья, меня зовут Саша, и сегодня со мной Олег. В общем, я решила открыть новую рубрику на своем канале, при том, что я ненавижу слово рубрика. Ну, слово рубрика, это же Тай! Здрасте! Я Богдан! Круто! Я еще не знаю, как ее назвать, поэтому можете предлагать свои идеи внизу в комментариях. Это эти видео, это ведь, нет, это рубрика, в которой я буду разговаривать со всякими интересными людьми, личностями, видеоблогерами, и не только, возможно, в будущем. Но сегодня у нас Олег в гостях, это видеоблогер, Янта Певец, и сегодня мы будем задавать ему вопросы. Это то, вы знаете больше об Олеге, и подпишитесь на его канал, потому что он классный, это был пиа только что. Спасибо. Неловкая пауза, давайте скажу я что-нибудь. В лайфе будешь заполнять неловкие паузы. Мне нравится. Я очень люблю спрашивать у людей про первые впечатления, поэтому, если ты помнишь, какое у тебя было первое впечатление обо мне, то скажи, какое у тебя было первое впечатление обо мне. Я сначала подумал, что очень милая девочка. А потом, а потом я убедился, что не. Да не, не, не. Все понятно. Блин, я просто тебя очень долго ждал. Я, эээ, я... Ого. Она не разбилась. Я надеюсь. Она разбилась. Я из детства. А мы вообще брали кружку? Я еще не помню, что мы брали кружку. Я помню, что я тебя очень долго ждал, потому что у меня в институте была всего лишь одна пара. Мы встретились с ней в 5 часов. Пара заканчивается у меня где-то в 12.10. Я ехал час, то есть в час десять я уже был там. Я думал, ладно, чуть-чуть подожду. Я помню, я сидела на уроке каком-то, я не помню, то ли на физике. Он мне такой пишет, типа, а я уже приехал, или что? Не, я тебе написал час-час после того, как я уже ждал. Я уже там все облазил на Красной площади, все посмотрел. Я помню, что мы не могли найтись, потому что на Красной площади такой огромный коток, который хрен обойдешь. Такой, я стою у елки, а там эта елка еще на полукрасной площади. Нет, ты была у одной елки, а я у другой. А, да, там несколько елок. Сначала мы не могли встретиться, потом мы не могли найти Маш, потом Маша опоздала. Потом так вышло, что аккумулятор, оказывается, не взяли. А, да. Поехали за аккумулятором. Пошли пешком. Да? Мы шли от Курской пешком. А, потом еще шли пешком. Это была зима, а какого есть вот это вот существо под названием iPhone, оно выключается на холоде. И мы заблудились. Без фонарей, понимаете, темная улица. Мы идем ко мне домой, и я не знаю, куда идти. Темно. И Маша такая еще задняя, а сколько еще идти? И в итоге времени было очень мало, но в итоге вы же не видели никакого видео со мной. Значит, ничего не получил. Вообще, у меня первое впечатление на самом деле о тебе, именно когда только ты мне написал. Я помню, как мы познакомились. Потому что ты мне написал, типа, и я помню, что у меня тогда было... Я вспомнил. Вот, потому что у меня была тогда очень стрессовая ситуация. У меня должен был быть экзамен. Это был первый экзамен в том году, как бы, типа, перед каникулами. И у меня было столько вообще проблем, и я никому их не рассказывала, как бы у тебя. И, бак, да. Ну, по тебе я рассказывала о своих проблем. И как бы так получилось... А, в сфере, между прочим, я хороших фаузов пока не было. Мне приспичило рассказать все Олегу. То есть человек, который мне только написал, понимаете? Я рассказала вообще все, типа, как мне плохо, как я вообще... Как меня никто не поддерживает, как меня никто не любит. Простите. Ну, по-моему, тебя, конечно. И я помню, что я потом так думаю, блин, зачем я вообще все это вот этому человеку написала, я же вообще не знаю. И для меня было таким шоком, что ты вот начал меня поддерживать, как-то успокаивать. Врач, сейчас меня бесит, что вот ты успокаиваешь постоянно. Не волнуйся, что все будет хорошо. Почему ты начал снимать видео? Я начал снимать видео еще в 2009 году. Сколько вам лет тогда было, мне интересно? Очень. Ой. А тебе? А я не знаю, сейчас будет. Это было 7 лет назад, значит, это было 11. Смотри, тебе... Нет, нет. 11, да. Тебе 18 исполнилось или исполняется? Тебе 18 исполнилось или исполняется? У нас родится в 3 года. Нам сейчас в этом видео столько... Показывай, Вадим. Ему 18. 15 минус 15 равно 3. Алгебра. Нам с друзьями нечем было заняться, и мы решили, почему бы не снять какой-нибудь видосик. И в итоге мы все лет снимали что-то наподобие рубрики. Вот. Но в итоге так вышло то, что я снимаю до сих пор. Если заходить на канал Олега, то там 90% это каверы. Почему ты решил сделать основной тематикой своего канала именно каверы? Не-не-не, дело в том, что вообще я подумал, что каверов очень мало, особенно на русском ютьюбе. И я подумал, почему бы нет. И тем более я вроде бы занимаюсь этим, пою. Я помню, короче, когда я спросила, на кого он учится. Я вспомнил на певца, у меня такой шок, что-то случилось. Ну, вообще учится. Ну, да. Из страны джазового вокала. Ну, вот, это как-то лучше звучит, чем на певца. Давай ты сейчас вот порадумаешь. Гаджеты 21 века! Он будет сидеть тихо! Ладно, ладно. Вот бесит. Вот черт. Я даже сегодня не сказал, что вас сейчас успокоится. Следующий. Как говорится. Ты смотришь американских англоязычных? Трой сиба! То он сейчас и не снимает, вроде бы. Он поет. Прям как ты. Трой сиба. Просто помешан на англоязычном ютьюбе. Они там добрее все, я не знаю. Я попробую сейчас. Больше всего мне нравится Миранда Синц. Это альтер-эго, а мне нравится еще и просто Колин Баленджер. Я просто не знаю, как правильно произнести. Джо Сак. Каспар. Какие все здесь. Тринациональные. А перед этим? Да не сейчас. Подожди. Вот если будешь тихо сидеть, я тебе дам. Давай, договорились. Спасибо. Передача бабла. Да. Доди Кларк. Я обожаю Доди Кларк. Я очень люблю Доди Кларк. Она очень классная. Она очень классная. Просто и ее песня вообще... Ты сейчас будешь в раскоксе, если будешь так сидеть. Кто вдохновлял тебя, когда ты начинал петь? А сейчас, наверное, неожиданно будет. В общем, из-за чего я начал петь. Я смотрел Фабрику Звезд 2. Я смотрел там на Юлию Савичеву, которая была с дредами. Смотря на Юлию Савичеву, я вдохновился. Я решил, я должен с ней спеть обязательно на одной сцене. И я пошел в музыкалку. Тебе понравился канал пройдет или как она выглядит? Тебе нравится дреды вообще? Почему ты хотел с ней спеть? Объясни свои внутренние мотивы. Он ведущий лучше, чем я просто. Мне просто она сама по себе нравилась, свои песенки. Сама выглядит неплохо. Ну, тогда она странно выглядела. Но она просто, не знаю, дохленькая была. Вот. Дохленькая? А ты спел с Юлией Савичевой, если так? Да, почти. Почти, а ты как? В общем, она приехала в Зеленоград. Я живу в Зеленограде, это почти Москва. Но не Москва, что ко мне приехала. Она стояла на сцене. Я специально купил себе билеты, чтобы было на первом ряду, в середине. Она пела. Я, значит, встал, пытался, типа, дай мне микрофон, я спою. Вот, это было очень убого, но не суть. В итоге-то я спел же, ну почти. Вот, она просто потянула микрофон, типа, пойте. И я и начал петь. Конец. Сколько тебе было лет? Не скажу. Значит, мало. Нет. Значит, много. Сейчас, на кого ты равняешься? Кто тебе сейчас вдохновлять? Вдохновляюсь, на самом деле, всем подряд, блогеры. Просто какие творческие личности, сериалы. Я очень люблю сериалы, постоянно смотрю. Ну, в основном... Гли. Гли, это потрясающий сериал. Гли, он отличается тем, что там настолько много запретуют социальных проблем. И музыка там классная, и все. А в этом можно долго говорить. Очень много я смотрю ситкомов, комедий. А у нас тут печеньки, если что, есть. А кинь печеньками в камеру, так? Давай я тебя кину печеньками. Можно. Рот, человек, в дальней. Сколько ли ты добивался первые тысячи на канале? О! Я 8 лет снимаю. 7, ты с 2009, аж и с 2016. Да хватит. Ничего, ЕГЭ сдал, так что могу сделать, что хочу. И позже в прошлом году мне написала девочка. Она тогда только начинала снимать, но у нее уже на канале было 40 тысяч подписчиков. Где-то так. Вот, и она мне предложила снять с ней видео. Естественно, после такого крупного коллаба у меня были зрители на канале. Но никто ко мне не пришел особо. Блин, я не с этого должен был начать. Прости, пожалуйста. Дай-ка печенье, прости. Вот мне начать. Да, сейчас печенье, куда мне? Дело в том, что раньше были такие копировки. Был открытый интернет. С него начинал Катя Плэн. Рома Жолу с него начинал. РОМА ЖОЛУТЬ! Кто-то начинал с интернета будущего. Я тогда в одну из них вступил. И в итоге именно в этой группе меня выкладывали. Каждое видео набирало по тысяче просмотров. Но, естественно, никто не подписывался. Кому это надо? В общем, а какой вопрос был? И в итоге за год у меня было 700 подписчиков. И потом мне предложила уже другая блогерша снять видео. Она меня довела как раз до тысячи. И мне взумно от этого грустно. Потому что не сам это все сделал, получается, в итоге. То есть, вроде мучился 7 лет. И за одно видео появилось тысяча. Ну, а мам... С какой девочкой ты снимал видео? С Дашей. С Дашей? Такая реакция. Ну, конечно, смотри. Это ты был? Так, кто? Охренеть! Не, я видела этот камер. Ну, просто... С кем из блогеров ты общаешься сейчас? Надо было первым ответить со мной. Я делал все вопросы, будут боли. Так как-то ты... Как-то ты не блогер. А мне, кстати, нельзя говорить, с какими я блогерами. Просто дело в том, что там... С Хованским, да? И Соколовским, да? И с Микусом, да? Поддерживаю общение с Ташей. Вот, также я общаюсь с блогерами, которые из Зеленограда. Вы, наверное, никого из них не знаете. Блогер, которого вы, возможно, знаете, кто смотрит сейчас Сашу. Это Настя Кот. А, Настасья! А, это... А, она классная очень. Она очень классная. Она очень милая. Вообще клевая. Друзья, мне не говорят, что... Ну, ладно. Прокоди, Богдан. Я со своим телением подумал, что ты нашел. Прости. Сидим в театр. Девочки, подвиньтесь. Что изменилось с тебя за то время, что ты снимаешь видео? Стал более открытыми с людьми. Открытыми с людьми. Неправильно использую это. Держи, уже... Уже не гомонидарь даже. С тех пор, как я начал снимать видео, я стал более открытым с людьми в целом. Я как-то больше себя проявляю в обществе. То есть, если раньше я сидел в стране, пока происходил весь кипиш, то есть, сейчас я во главе этого кипша. Ждал лучшей версии себя. Вот, это самое главное. Мне кажется, что вообще в целом все это сотворение творчества, видеоблог, он помогает раскрыться человеку, найти каких-то людей для общения. Мы бы не познакомились вообще ни при каких обстоятельствах. Я не знаю, какие можно придумать. Я бы поступила в тот же ВУЗ. Ты с Охоли, а ты будешь учиться в этом ВУЗе? Не, она успеет еще, она будет на первом ВУЗе. А ты будешь в последнем ВУЗе, да? Не важно, ты вообще учишься в этом ВУЗе. Лен, говори уже! Ну что, из прям джаза вокал, типа певец. А, певец. Поэтому учат. Вы сидите. Вот я тоже удивлюсь. Давай заканчивай. Да, надо как Маша нам встать. Мы допили чай. Это как 10 месяцев. Ну, тем сильнее кому. И это все. И если вам понравилась эта рубрика, то пишите ее внизу в комментариях, с кем бы вы хотели увидеть ее. Хотя я все равно, я скорее всего, не сниму с этими блогерами, потому что я буду снимать только с теми, с которыми я общаюсь. Мама, певец, да! Зато это может быть стать начало, чтобы все это снофе для конца. Всем огромное спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что вам нравятся такие видео. Они достаточно милые, атмосферные, наверное. Я очень на это надеюсь. Все, вы брат. Пока. Пока.